друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзора ссылочку на него и обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходить и подписываться ребят прежде чем мы с вами приступим к обсуждению сегодняшнего уралочкиного ролика я хочу поблагодарить своих зрителей которые вчера пришли и послушали мой рассказ ну или вчера или сегодня редко я выкладываю рассказы вот эти вот да которые читаю грустные всякие разные другие истории любви но мне это по душе мне это нравится занялась этим больше года тому назад правда крайне редко этому уделяю внимание прекрасно понимаю что здесь это не тот контент который нужен моим зрителям но в любом случае огромное вам спасибо за вашу поддержку мне это конечно же всегда очень очень приятно ну что что мы с вами приступаем как говорится к нашим баранам друзья мои начинается ролик сегодняшней уралочки с того что уралочка занимается рассадой ее слова друзья мои дословно ну ну это ну как сказать ну помидоры у нас такие ну это ну ну то же самое то уралочка как всегда в своем репертуаре ничегошеньки как говорится не меняется вы знаете в профиль уралочка это просто нечто видимо забыл любимый муж любимый сарафан сделать из своей жены конфетку да конфетку друзья мои забыл забыл сделать из жены красавицу и решил показать ее правду вот правда как она есть далее расставляя рассаду уралочка говорит друзья мои кручу верчу запутать хочу уралочка вот это да вот это точно про тебя эту фразу я часто повторяю в отношении тебя ты действительно так и делаешь ну а далее друзья мои на кухне сарафан в качестве повара да на цепи фартук тот самый который недавно пришел уралочки в качестве презента от зрительницы который она так и не сумела повязать на своей тонкой и звонкой италии сарафан все таки смог это сделать но слава богу пока смог да хотя друзья мои какие его годы 35 лет если уралка будет продолжать в том же духе раскармливать сарафана то я думаю лет через пять он точно уже этого сделать не сможет в общем решил приготовить он дымляму друзья мои сам представляете сам сегодня нарезает мясо я уж только было хотела его похвалить и сказать уралочки уралочка ну ты конечно же меня не смотришь естественно как и других обзорщиков да не благодари меня не благодари вот сколько раз я по этому поводу по поводу его готовки возмущалась мои зрители не дадут мне соврать да когда он типа показывал свою готовку а все все вот уралочка сама делала и мясо нарезала и мясо намывала и овощи чистила и овощи нарезала и я всегда говорила блин что это заготовка взялся готовить значит готовь основательно от и до как делают это наши мужчины да говорила говорила миллион раз уже об этом говорила его только сегодня хотела его похвалить сказать ну вот услышали так скажем да взяли себе на заметочку но друзья мои только-только хотела сказать что вот мясо то он смотрите все таки сам порезал надеюсь что мясо помыл не знаю помыл ли не помыл помывку мяса нам так никто и не показал он тому же потом стоял намывал зелень но друзья мои уралочка потом продемонстрировала нам миску с овощами которые она помыла почистила порезала сама да сарафан с этой задачей не справился увидев огромную морковь друзья мои 35-летний мужик на минуточку схватил ее говорит о а что это стоит ребят в этот момент я чуть не упала в обморок представляете вот точно ку-ку наверное и правда и правда на пол шестого и правда большие проблемы в этом плане вот знаете все да вот нормальные люди ну что нормальные люди смотрят спокойно на морковь смотрят спокойно на огурцы да и ни о чем и таком даже близко не думают а вот эти вечно о морковка ребят это какой-то кошмар да то есть не какая-то такая странная реакция на морковь это что-то с чем-то знаете такое впечатление что они ее не туда используют эту морковь да правильно я когда вот обозревала ролик уралочки где она значит варила солянку впервые в жизни да лучше бы она этого не делала помните в конце ролика значит сарафан сказал о том что ну а теперь проверь стоит ли ложка в супе значит в солянке и она поставила и говорит стоит правильно мне одна зрительница написала она говорит ну должно же в доме хоть что-то стоять вот это видимо из той же самой ситуации до категории ребята смотрите как интересно получается да то есть он видит морковку спокойно мимо моркови пройти не может она тоже на морковь смотрит тоже смотрит на какие-то там леденцы помните которые выбирали якобы об дугани и она там стояла смаковала это все ржала гоготала подмигивала сарафану еще говорила такие фразы как сосать не пересосать это конечно нечто это даже для кого-то звучит очень слишком пошло и вот знаете вот вроде смотришь на этих людей да вроде такие уже взрослые люди и какие-то такие дешевые грязные пошлости ну вот правда да ну схватить морковь которая спокойно себе лежала да ну почти стояла в этой миске с овощами сказать о стоит что это она тут стоит господи ты боже мой я просто в шоке далее далее друзья мои сарафан бедный несчастный переживает ингредиентов полным полно надо говорит было казан еще побольше ну да ну да действительно вот здесь я с ними согласна надо было больше брать тазик на троих этот тазик для них для их семейства действительно маловат особенно учитывая какими порциями друзья мои накладывают то это конечно мало далее уралочка комментирует но не может она спокойно смотреть на то как муженек что-то готовит уралочке надо обязательно вставить свои пять копеек вы знаете вот нормальная женщина да нормальная женщина никогда не будет лезть в готовку мужа зачем если мужчина решил приготовить либо он впервые себя пробует да так скажем в качестве повара на кухне и это уже тоже вот даже то что человек сам самостоятельно и заявил желание это уже я бы сказала очень здорово и прекрасно появилось желание помочь что-то с женщине по кухне жене по кухне это просто замечательно или мужчины да которые готовят зная уже готовили да уже миллион раз как бы все наши мужчины абсолютно умеют и работать и деньги зарабатывать и дома что-то приготовить да то есть если у меня муж взялся готовить мясо я никогда к нему не лезу боже упаси хотя и сама умею мариновать и шашлык и все на свете но я имею ввиду даже мясо просто какие нибудь там вкусные стейки да или какие-то отбивные что-то там собрался делать или плов готовить я никогда вообще не лезу на кухню я в этот момент вообще ухожу с кухни у меня есть другие дела да чем можно заняться я не мешаю пусть себе как говорится творит да и мне приятно и я всегда говорю блин ты очень вкусно готовишь я думаю многие мои девочки со мной согласятся но меня и брат правда вкусно готовит и и отец у меня очень вкусно готовит в общем похвалила всех своих мужчин ну а как иначе это же мои мужчины они у меня молодцы и деньги зарабатывают и готовить умеют да так вот друзья мои а что еще хочется отметить понимаете а здесь уралочка да ну вызвался твой мужик приготовить блюдо чё ты лезешь к ним чё ты постоянно все комментируешь а вот я когда когда-то делала это блюдо я делала не так я резала все намного меньше и так далее ну чё ты лезешь ну готовь тогда сама господи да воспользуйся ты хоть раз этой ситуации стоишь вот этой большой тушей на вот этих своих бедных несчастных ногах да да воспользуйся ты в кои-то веке ситуации когда можно просто тупо посидеть с камерой в руках да и понаслаждаться тем что у тебя мужчина сегодня готовит да нет друзья мои начинает все это дело комментировать и рассказывает о том что вот меньше меньше режь поменьше надо меньше жира уралочка вот чья бы мычала твоя бы точно молчала у тебя вечно вся еда плавает тоже в чем-то да вечно все жареное вечно все жирное я правда вспоминаю и их готовку там в кишлаке где у них у матери плов весь плавал в жиру и во всем на свете да но уралка лезет туда куда лезть ей точно не надо бедный сарафан друзья мои не успел отрезать кусок от кочана капусты как чуть было сам не травмировался теперь я прекрасно понимаю почему уралочка намывает сама овощи и сама эти овощи нарезает вы знаете казан и правда поначалу оказался им мал ну правда да потом правда все это утушилось там тушится все это дело очень долго и так далее все потом получилось нормально но когда они все это в казан закладывали уралочка говорит о получилось прям с горой как мы любим уралочка ну да ну да вот уж действительно вам конечно надо много вы привыкли есть просто знаете как в последний раз ну и на что друзья мои я хочу конечно же обратить внимание уже не в первый раз я вам говорю никакой пост он не держит потому что раньше все его разговоры были исключительно вокруг еды вспомните сколько раз он говорил ой мы не ели два часа оле срочно едем куда-нибудь столовку или в кафе иначе все я не могу у меня уже там сосет тут сосет я уже все я уже все уже на последнем издыхании а тут друзья мои кто поверит в то что он не ел практически сутки сам готовит это блюдо и даже ни разу не сказал про то как же он голоден и как же ему хочется есть но только наивняк уралкин поверит в то что он действительно держит какой-то пост ничего он не держит потому что держать пост это не только да у их случае не есть в определенные часы это еще и молиться несколько раз в день что-то ни разу не слышали чтобы уралочка рассказывала про то что он молится несколько раз в день но уралочка рассказывает о том что она готовится делать пиццу говорит да да обдугани прямо ждет не дождется моей пиццы да уралочка накрошила как куром знаете просто какой-то кошмар все что было собрано вот примерно то же самое что у ирки да только у той там все было какое-то красное больше набросано и уралки тоже примерно где-то из этой серии я не знаю где вот этих вот готовили товарищей да но готовится они вот как-то ну не умеют ребят либо готовят как-то цапляп либо готовят абы как они даже не понимают что пицца должна быть и вкусная и красивая и визуально смотреться хорошо далее далее друзья мои абду абду говорит уралочка ел бы пиццу каждый божий день но не тут то было собралась на испечь пиццу и говорит да да обдугани едет к братьям сарафана на несколько дней ну слава богу хоть там немножко развеется так скажем да уралочка довольная друзья мои я так понимаю довольная по той простой причине что отправляет пацана да отправляет пацана остается вдвоем с мужем наедине видимо в надежде что все-таки муж таки вспомнит про супружеский долг и не надо говорить про пост не надо я вот почему-то даже не сомневаюсь что он его нисколечко не держит в общем уралка в предвкушении говорит ой ой говорит гостинцев набрали братьям сарафана и яблок и меда уралочка да ты просто сама щедрунья особенно учитывая тот самый момент что вам мед достался на халяву да могла бы собственно и не перечислять ты не бездомных кормишь ты не кормишь людей которые нуждаются ты отдаешь продукты и какие-то там вещи которые вам достались на халяву опять же братьям твоего сарафана да поэтому как-то так друзья мои ну а далее нам продемонстрировали как уралочка все-таки уже накладывает еду накладывает эту дымляму друзья мои и кладет ее прямо для обдуганий порция конечно явно не для 11-летнего пацана особенно учитывая тот самый момент что будет потом он еще есть и пиццу но когда он начал есть это конечно смотреть просто невозможно это сарафан номер два не надо мне говорить что это некрасиво это так некрасиво говорить про ребенка это нормально в 11 лет уже надо учить не то что учить уже надо научиться учить надо было в 3-4 года и в 5 лет да как зачавкал это просто какой-то кошмар это какой-то ужас а уралка еще молодец додумалась ему к этому блюду подать ложку тот говорит вилку вилку это ему вилку дает ну видимо специально дает ложку чтобы он не мог справиться с этой ложкой ребят это какой-то кошмар просто ну а сарафан молча молча пошел себе в освояси но кто поверит в то что он действительно ничегошеньки не ест спокойно готовит не облизывается и даже ну не возмущается по этому поводу ребят вот так у меня получился небольшой обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю всего самого наилучшего берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока